По, опять же, по видео в Москву, Деменский Олег Борисович, старший наущество «Свудник Реси». Прошу вас, Олег Борисович. Здравствуйте. Во-первых, со звуком все хорошо? Слышно меня? Да, слышно хорошо. Отлично. Я хотел бы заметить, что в обеих наших отечественных войнах одну из центральных ролей играл конфликт вокруг Польши. Вторая мировая война вообще часто описывается на Западе, как поначалу война Германии и Советского Союза против Польши. А потом уже ее мелкие последствия, связанные с тем, что эти две империи сладок, другом поссорились и начали уже воевать между собой. Ну, конечно, это лучше. И советский солдат в 1939 году не ступил на польскую землю. Советский Союз лишь возвращал украинские и белорусские земли, которые были под польской оккупацией с 1920 года. И сейчас Польша почти не вспоминает, что это именно Польша начала военную кампанию на Востоке после Первой мировой войны. Долька России дважды признавала польскую независимость и на нее не покушалась. И то, что в нашей стране пришлось заключить пакт Молотова-Риббентропа, был прямым следствием заклада Польшей Западной Руси незадолго до этого. И в конце войны польская политическая эмиграция синициировала варшавское восстание также с целью дальнейшего противостояния в Советском Союзе, с целью не допустить установления после войны этнографических границ Польши на Востоке. Как уже сегодня отмечалось, и первая наша Отечественная война, война 1812 года, считалась ее французскими инициаторами Второй польской войны. Тогда вообще была забавная ситуация. Оба императора хотели восстановить единую Польшу, причем с ее восточными трессами, то есть с Западной Руси. Но под разум протекторат. И действительно, конфликт между Россией и Францией долго развивался именно как конфликт вокруг Польши. Тогда, в 1912 году, симпатии польского общества были в основном на стороне Франции, и десятки тысяч польских военных приняли участие во вторжении в России. Это следует помнить. Война 1812 года была в том числе и русско-польской войной. И для польского национального самосознания она имеет огромную роль. Польские военные этой кампании стали национальными героями. Проблема восстановления польской государственности в 1812 году была прямым следствием трех разделов Польши. И тут я должен, опять же, напомнить о двух моментах. Во-первых, идеология участия России в разделах Польши была примерно той же, что и в операции в 1939 году. То есть Россия возвращала себе западно-русские земли и принципиально оказывалась агрессией относительно собственного Польши, польского народа. Вот я напомню, напомню, на памятных медалях Екатерины Второй в честь первого раздела Польши было написано «Оттопнутая возвратих», то есть Россия возвращала земли, а не завоевывая. К сожалению, этого не понимают Польши, так как у них в результате многосотлетней истории агрессии на Восток исчезло чувство своей восточной границы и иноэкнически так называемых восточных крыс. Но в границе русской земли не забыл русский народ, не забыл Россия и их помнит Белоруссия. И все это противоречие, это противостояние имеет очень большие исторические формы. Вообще, находит для всю русскую историю, то есть историю Руси, не только восточной, а всей, я когда говорю о русском, я говорю о всей Руси, может рассматривать через призму польской агрессии на русские земли и противостояние этой агрессии. Может, не стоит обязательно начинать историю этой агрессии с 11 века, как любят делать Польша, то есть так называемых Болеславовых походов. Они мало остаются в нашей памяти, но ее полноценное начало определенно можно видеть уже в 14 веке, то есть с завоевания Казимирова в Великой Градийской Руси. И далее наступление Польши на Русь шло поступательно и успешно до 17 века. 4 ноября, это официально праздник теперь в России, это день нашей страны. Эта дата имеет для нас огромное значение. Это не просто начало поражения поляков, но и конкретно военной кампании, и их скорого отступления из Москвы. Это крайняя точка многовековой польской агрессии на Русь. Самая дальняя географическая точка их агрессии и полный перелом всей нашей истории. До этого поляки в основном наступали, шли все дальше в русские деньги. После этого, то есть после 1612 года, они в основном наступали, вплоть до ликвидации государственности в конце 18 века. Почему конфликт Польшей Руси стоит значительным, стоит значим для тех сторон? Наверное, дело в том, что русско-польский конфликт – это конфликт цивилизации. Устанавливая свой контроль над русскими землями, поляки принялись истребить и местную культуру, местную цивилизацию, насадить свою, западную католичество. Эта трагедия конфликта генетически довольно близких, но все же очень равных цивилизаций – западной и восточной христианской. И основной удар в польской политике был направлен против основ нашей культуры, против православия. И, кстати, это не только церковная акуния и печальная история ее насаждения, которая для белорусских земель символизирует фигуру такого католичества святого и изувера, как Иосиф Арканцевич. Это, например, история массового уничтожения поляками православных церквей, их варварского сноса, о чем часто забывают. Эта печальная политика велась не только в 16-м и 17-м веках, но и в 20-м веке. Я напомню о кампании массового сноса православной церкви в межвоенной Польше. Кстати, украинские и белорусские национализмы, в том виде, в котором они происходят как жестко антирусские, дероскопикаторские идеологии, тоже являются плодом польской и вообще западной их агрессии на русские земли. Ведь они сами себя мыслят, в первую очередь, как эстернизационные движения. И именно в этом контексте становится особенно понятно уникальный общерусский идейный концепт отечественных войн. Что такое отечественная война? Это война, в которой, во-первых, под угрозой оказывается существование всего отечества, то есть на кому вопрос выживания всего народа. И второе, это те войны, в которых военные действия не ограничиваются войсковыми или армейскими сражениями. Всеобщая опасность осознается народом и побуждает все свои населения, и особенно простое крестьянство, принять участие в боевых действиях, в сопротивлении. То, как откликнулся простой народ на события 1812 года, как он встал на защиту своего отечества, не надеясь лишь на армию, произвело огромное впечатление на образованное слое русского общества, и они назвали войну отечественной. Такой же была и Великая Отечественная. И я еще раз подчеркну, главное здесь все-таки это участие простого народа, широких народных масс. И если мы смотрим на события 1812 года на белорусских землях, то видим именно это. Да, высшие слои общества, а во многом обещанство, которое было по большей части иноэтническим, приняли участие в войне. Дело мы не просто чувствуем, но скорее все-таки на польско-французской стороне. Но простой народ, восточнославянский, восточнохристианский, не был им союзником, и его движение стало частью Отечественной войны всей Руси. А теперь, что такое отрицание вот этого отечественного характера той войны и для белорусских? На мой взгляд, это не что иное, как денационализация. Что такое нация? Нация — это не просто данность, языка, территория государства и так далее. Нация — это выбор. Выбор, который делается каждому ее члену. А национальная история — это история этого выбора. Это история предпочтения, когда мы смотрим на прошлое и выбираем, где наше место в истории, какую сторону в том или ином конфликте мы как народ занимаем. И, ну, например, не важно, сколько человек воевало во Второй мировой на стороне нацистов. Важно, какая страна в этом конфликте выбрана нацией. Да, мы, предположим, были власти, но мы, русский народ, определенно выбрали сторону именно антинацистскую, и это основа нашего национального сознания. Так вот, что делают те, кто предлагает убрать наименование отечественное из истории войны в Беларуси? Они отрицают выбор страны. Они лишают народ Беларуси исторического выбора. То есть выбор основан на его православной и восточно-христианской идентичности. В результате они просто осуществляют его денационализацию. То есть делают из сознательной нации простое население, которое не знает своего места в истории и не делает своего выбора. А выбор, который для белорусов, я бы сказал, природен. Так как в истории противостояния Руси больше, естественная страна Беларуси это быть частью исторической Руси. То есть попросту быть собой. И это привод в память тех многочисленных, известных и безымянных героев, благодаря которым Белая Русь смогла выстоять в многоветовом противостоянии. Смогла сохранить свою веру и свое самосознание. То есть попросту сохраниться как народ, как страна, а сейчас и как государство. Спасибо. Спасибо.